The original link to the video will be in the description down below. Киберспорт находится на подъеме. Постоянно создаются новые организации, огромные инвестиции приходят из неэндемичных источников, и некоторые компании, по слухам, платят миллионы долларов за франшизу в лигах. Очень легко себя почувствовать в пузыре, который скоро лопнет. Я не бизнес-эксперт, но однажды Киберспорт был в похожей ситуации, что и сейчас. Огромные внешние инвестиции стимулировали стоимость съемок и зарплаты, и пытались изменить всю индустрию, но затем все рухнуло. Но Киберспорт восстановился от этого. Я думаю, мы можем многому научиться из того, что произошло больше 10 лет назад. Если CJS не станет успешным, то Киберспорту пройдет конец. В начале нулевых Киберспорт выглядел по-другому. Почти не было лиг, зарплат, и стримы были фантастической мечтой. Вместо этого было несколько турниров от таких компаний, как ESL, MLG и DreamHack. И они были больше похожи на лам-вечеринки. Да, были призвы для победителей, но это была жалкая пародия того, что есть сейчас. Было несколько больших турниров. Например, CPL World Tour имел призовой фонд миллион долларов, и финалы показывали на MTV. Но это быстро закончилось. Но CPL привлекло внимание телевизионных руководителей, которые хотели повторить успех мировой серии по покеру. Они хотели превратить игры в развлекательный спорт, и NewScore решили создать свой Киберспортивный ТВ-чемпионат. После двух успешных пилотов на Директ-ТВ Чемпионатшип Гейминг Сириас дали добро, и они стали первой ТВ-лигой в 2007 году. CGS кардинально отличалась от того, как выглядел Киберспорт в середине нулевых. На самом деле, он выглядел так же, как и сейчас. Со световым шоу, большой сценой и Рэдаем в качестве ведущего. Первый у нас на очереди Стокгол Магнетик, под управлением легендарного тренера Эмилия Хиттона Кристенсона. Они хотят улучшить результат после того, как финишили после Берлина в Европейском мировом финале в 2007 году. Рэдай был не единственной личностью из Киберспорта, о которой вы могли слышать. FNX, Мосс, Понж, Фифларен и Хенри Джи все когда-то играли в этой лиге. Пока Стокгол Магнетик и Комплексити ЛА, которые в дальнейшем стали NIP и Комплексити соответственно. CGS также хорошо платила игрокам, что было редкостью в то время. По слухам, CGS выплатила 5 миллионов долларов с зарплатами и бонусами только в первый сезон, и миллионы еще инвестированы в организацию показа. Но это история первого лопнувшего киберспортивного пузыря, что означает, что не все вещи были идеальными. Во-первых, несмотря на присутствие несколько эндемичных киберспортивных личностей и бизнесменов, продакшн вообще не понял, что такое киберспорт. Просто посмотрите. Субтитры делал DimaTorzok Также был определенный пул игр. На тот момент Halo была самой популярной дисциплиной в Америке, но только MLG проводила все турниры по данной игре. Вместо этого CGS были Counter-Strike Source, Dead or Life 4, FIFA 07 и позже Gotham Racing. В 2008 году они поменяли на FIFA 08 и Forza 2, но если вы посмотрите, это не самая популярная дисциплина в мире. И по какой-то причине они решили показывать Source от третьего лица. И выглядело это ужасно. Но что сопоставимо с сегодняшним днем, и надо это помнить в случае CGS, путь взаимодействия с уже существующей киберспортивной сценой было катастрофическим. Сегодня мы говорим о том, что киберспорт преодолел эту эру Дикого Запада, но это только отчасти правда. На самом деле, реально Дикий Запад был в середине нулевых, который был полон невыплаченным призовыми, зарплатами и просто кучей людей, которые не выплатили деньги. CGS была не настолько подозрительной, когда дело касалось выплат, что делало их привлекательными для людей из индустрии. Но, к сожалению, по словам журналистов Ричарда Льюиса, который недолго работал в CGS, Лига успешно задушила все остальные киберспортивные турниры. Команды игроки в CGS не могли участвовать в тех турнирах, которые они хотели бы, потому что руководители CGS требовали определенный уровень эксклюзивности. Был очень известный случай в то время. Есть такой игрок как AZN. Кевин AZN Wang. Он играл в CGS также в 1.6. И он поехал с друзьями на локальный турнир по 1.6. И за это он был оштрафован на 5000 долларов, что было большим куском от его зарплаты. А все как раз из-за того, что, первое, он не спросил разрешение. И второе, даже если он попросил бы разрешение, он его бы не получил, потому что в CGS были Counter-Strike Source, и из-за этого тебе запрещалось играть в 1.6, говорить об 1.6, продвигать 1.6. Пока ты работаешь на CGS. Также стоит упомянуть, что те, кто не хотел продавать свой бренд CGS, быстро разваливались. Так как игрокам предлагали лучше зарплаты, чем мы могли приложить данные команды. И это опять то, что делала CGS. Она разваливала уже существующие команды. Для них был такой некий фетиш разрушать команды, которые не играли по их правилам. Например, Фанатик, у них была лучшая команда по CS Source, они не стали продавать свой бренд CGS, и в итоге их команда развалилась. И еще им запретили участвовать. CGS собрала большинство топ-игроков Source по всей Северной Америке, что означало, что эти игроки не принимали участие в других турнирах. Это также означало, что эти турниры не могли привлечь спонсоров, а за ними низкие призовые и отсутствие желания у команд участвовать. Что в конечном счете привело к отсутствию этих турниров в дальнейшем. В итоге оставался CGS. CGS создал огромный пузырь и пытались расширять его до конца. Но лига на самом деле добилась успеха. Люди активно в обществе начали говорить о киберспорте. Быть на ТВ больше ценил в 2007, чем сейчас. И у них были неплохие рейтинги. CGS должен был перевернуть индустрийки без спорта. Но затем все рухнуло. 2008 был очень важным годом. Вышел первый жизненный человек, который дал старт вселенной Марвел. Был создан биткоин. А, и да, и произошел всемирный финансовый кризис, от которого впоследствии мы чувствуем до сих пор. Пад экономики поменял киберспорт. Но что именно важно в этом контексте, кризис убил CGS. Перед тем, как у нас появилась возможность исправить формат проведения и какие-то внутренние моменты, произошел кризис. И они уже вложили 50 миллионов долларов. В итоге, Ньюскор, чтобы выжить, стала закрывать свои проекты. И нас в итоге закрыли. Компания видела, что происходит, и решила закрыть CGS. В определенной степени это имело логику. CGS никаким образом не зарабатывала. Это было чисто развлекательное шоу, где они рассчитывали уже в будущем зарабатывать, когда киберспорт станет популярней. Тем более, они сами говорили, что эта идея опередила свое время. Но даже несмотря на такой крах, они сами сделали много для данного разрушения. Киберспорт как индустрия очень сильно пострадала, но сами люди пострадали сильнее. В итоге, из владельца комплексити, продав все, чтобы следовать за мечтой, я превратился в безработного штата, где даже нельзя было получить лицензию. Джейсон Лейк был не единственным человеком, который пострадал от деятельности CGS. Каждый игрок, аналитик, режиссер лишились работы. Даже больше они оставили на столе очень много потенциала. Помните, как CGS выпихнуло все турниры ПКС? Без альтернативной пути для возвращения кучу игроков по сорт закончили карьеру. Потому что те деньги, которые остались в индустрии, были маленьким зернышком того, что могли предложить CGS. Люди хотели уйти, люди не хотели продолжать. Некоторые вернулись в 1.6, но киберспорт в Северной Америке не мог предложить много денег, что повлекло за собой уход многих талантливых игроков. Отсутствие денег было не только из-за того, что CGS оставил огромный вакуум из денег. Большой фактор был в том, что CGS стал огромным финансовым провалом, в который Ньюскорп вложила миллионы долларов. Это заставило многих подумать дважды, прежде чем вкладывать деньги в киберспорт. Было очень тяжело. Я однажды сказал, когда только стартовал CGS, что если CGS провалится, то это будет конец киберспорту. Я не был в итоге прав, но и далеко от истины не ушел. Это не из-за того, что CGS неправильно представлял сам турнир. Однозначно нет. А факт в том, что их провал отбросил индустрию назад, ушли инвестиции, ТВ было мечтой, и зарплаты пропали. Но я стою перед вами, вы смотрите канал про киберспорт. Есть очень высокоплачиваемые игроки, и франшизные лиги, и киберспорт на ТВ уже не особо важен сейчас. Все это спустя десятилетия. Что случилось? Пару компаний, которые выжили, объединились и помогли восстановить из подземелья киберспорт. Дримхак, ESL, MLG, они продолжали делать то, что делали всегда. Да, кризис тоже их немного подбил, но они увидели будущее, которое мог предоставить киберспорт. Затем у нас был CGS в 2007, мы такие, ура, 50 миллионов долларов, мы можем продвинуть киберспорт, показывать по ТВ. И затем происходит кризис, он бивает CGS полностью, он уничтожает CPL, WSVG, которое пришло на замену, WCG начал падать в цифрах, и только в 2011 году мы начали видеть просвет. Сначала в Корее через StarCraft, потом через Twitch. Забавно, что когда в 2007 году был создан CGS, в этот же год был создан Justin TV. Justin TV приобрел огромную популярность за счет игровых трансляций. После этого они превратились в Twitch, который в итоге стал главным катализатором всего киберспортивного ренессанса, существующего на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok, 10 лет назад киберспорт имел ТВ-шоу, большие зарплаты и внимание общественных СМИ. Сегодня у нас это все есть и даже больше. Возможно, у нас опять лопнет пузырь, но в этот раз киберспорт уже знает, как выжить. Лопнувший пузырь не означает, что киберспорт резко пропадет. Это значит, что он должен откатиться назад, и люди, те, кто пострадали, знают, как справиться с этим, и продлить существование киберспорта. Они знают, что не важно, сколько денег инвесторов вложено в индустрию, не важно, что все это рухнет в один день. Люди всегда будут вместе играть в видеоигры. Они знают, что делать, когда лопнет пузырь. Возвращение фанатов, то, что делает киберспорт особенным. Словно вы смотрите футбольный матч, вы слушаете фанатов, вы заводите там друзей, вы играете вместе, все это сообщество. И ты хочешь находиться с людьми, которые разделяют твои увлечения. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео про Championship Gaming Series. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить следующие анонсы видео. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Reels есть внизу в описании. Всем до скорой встречи, и увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал.